Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Электронное правительство. Перспективы развития государственных услуг в электронном виде обсудили на совещании у главы Чуваши. По всей строгости закона Ленинский районный суд Чебоксар вынес приговор обвиняемым по делу о гибели молодого человека в ночном клубе «Космос». На старте вся страна. В Чувашии прошел всероссийский забег «Лыжня России». С минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Подмосковье началось сегодня традиционное совещание у главы Чуваши. Михаил Игнатьев еще раз напомнил коллегам, безопасность людей на всех участках должна быть под постоянным и строгим контролем. На совещании обсудили и рабочие вопросы. Программа электронного правительства в Чувашии в части предоставления государственных и муниципальных услуг реализуется достаточно активно. Отчиталась Мининформ политики на традиционном совещании у главы республики. Согласно исследованиям Росстата, механизм получения госуслуг в электронном виде использует практически 70% жителей республики. Работа по расширению доступа будет продолжена. На эти цели федеральный бюджет уже выделил Чувашии дополнительные 12,5 миллионов рублей. Наиболее активные электронные госуслуги предоставляют МФЦ, Пенсионный фонд, ЗАГС и ГИБДД. На 5 февраля текущего года в едином портале госуслуг зарегистрировано 54% граждан республики. 53,9% точнее. И вот кому старше 14 лет. И вот динамика показывает, что октябрь, ноябрь и месяцы этого года, что ежемесячно около 14-16 тысяч населения идет, регистрируется на этом портале. Это очень хороший показатель. Лидирует среди муниципалитетов Чебоксары. 19 муниципальных услуг оказываются в электронном виде. Среди министерств Минздрав, Минтруд и Минюст. Глава Чувашии отметил, эту работу необходимо активизировать. И поручил ведомствам еще раз проверить перечень электронных госуслуг с тем, чтобы самые востребованные были еще более доступны. Отдельное поручение Министерства труда и социальной защиты. Оно касается поддержки и трудоустройства высвобождаемых сотрудников Чувашского бройлера. Люди должны иметь подробную и оперативную информацию о вакансиях, временных рабочих местах и программах переобучения, которые помогут им решить проблемы трудоустройства. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. Сразу после совещания глава Чувашии Михаил Игнатьев с рабочим визитом побывал в Маринско-Пасадском и Чебоксарском районах. Обсуждались вопросы дальнейшего развития муниципалитета. Подробности завтра в нашем информационном выпуске. Закупочные цены на молоко в Чувашии по состоянию на 9 февраля установились в диапазоне от 13 до 17 рублей за литр. Из чего складывается стоимость сырья и как повысить его качество, рассказал главный ветеринарный инспектор Республики Сергей Скворцов. Производственный секрет прост. Чем выше качество молока, тем больше за него дают скупщики. В прошлом году высокосортное сырье заняло 46% в общем объеме сданного молока. Это заметно больше, чем в 2016. Ветеринары постоянно контролируют состояние молочного стада. Крупный рогатый сход мы проверяем для исключения особо опасных заболеваний, заболеваний, хронические заболевания, такие как туберкулез, бруцеллез, лейкоз. Мы регулярно проверяем каждую корову. Если и на мастит, мы проверяем ежемесячно. Ну, говорят, молоко у коровы на языке, да? Вот, и поэтому проверяем качество заготовленных кормов. Это сено, сенажа, силоса. И в этом году качество сенажа и силоса, и сена, она на уровне 2016 года. Сельхозтоваропроизводителям не стоит забывать о простых правилах соблюдать гигиену при дойке, хранить молоко в соответствующих условиях в течение двух месяцев до отела коровы и неделю после сырье не сдавать. Ветеринары следят и за тем, чтобы скупщики перевозили собранное молоко к месту переработки только в опломбированных цистернах, как того требует технический рекламент. За прошлый год мы наложили штрафов порядка 450-460 тысяч, только за нарушение по молоку. Вот, поэтому понятие есть, и по техническому рекламенту, если предприниматель получил молоко от молокосборщиков, вот, он получил уже, отвечает за качество молока уже сам молокосборщик. Поэтому мы их обязывали, чтобы они имели также свои приборы, чтобы они могли доказать, что у них молоко хорошего качества, когда они сдают на молокозаводы. Увеличивать доходную часть бюджета, привлекать инвесторов, создавать комфортную среду. Такие задачи перед властями Батаревского района поставил глава республики. В муниципалитете подвели итоги социально-экономического развития и расставили приоритеты на текущий год. Подробности у Дмитрия Ковалева. Мы это ты страна. Российское движение школьников Руи. С порога и сразу на интервью. Перед тем, как встретиться с активом района, Михаил Игнатьев ответил на вопросы журналистов школьного телеканала. 2018 год посвящен Году добровольца в России. Как вы восприняли эту новость? Те лучшие практики, которые были в регионах Российской Федерации, они сегодня востребованы вообще в обществе. А так, если взять советские перед временем, я сам был в команде, тимурская такая была. Они помогали ветеранам. Перед волонтерами Михаил Игнатьев в долгу не остался. Общее фото на память и сразу после вручения свидетельства назначения стипендии от главы. В этом году ее обладателями стали 28 жителей Батаревского района. Глава региона отметил, что прошлый год для муниципалитета выдался успешным. Собран рекордный урожай зерновых, реализовано 15 инвестиционных проектов, увеличилась доля собственных доходов в бюджете района. В суммарном выражении доходы превысили прошлогодние показатели на 92 миллиона рублей. Рост поступления собственных доходов в целом по району к уровню 2016 года, включая бюджеты сельских поселений, составляет 105%. Мне нужна лично обратная информация, обратная связь от простых людей, от руководителей организации, для того, чтобы минимизировать свои ошибки при принятии управленческих решений. Есть сильные стороны у района, это на самом деле ценить, но и есть отдельные недоработки по отдельным вопросам, по отдельным отраслям, где мы должны потянуться в 2018 году и исправить ситуацию. Властям муниципалитета необходимо навести порядок в сфере ЖКХ. Долги за жилищно-коммунальные услуги в прошлом году выросли на 17%. На 1 января 2018 года сумма задолженно составляет 2 миллиона 153 тысячи, просроченная 1 миллион 660 тысяч. Она увеличилась на 17% в течение 2017 года. Миллион 7 это дал теуправляющая компания как раз. А какая разница? Это сверх ЖКХ. С населения собрали еще. Вот в этом проблема, в этом, например, и работаем. В муниципалитете продолжают бороться с теневой занятостью. Только в прошлом году из-за работодателей, выплачивающих зарплату в конвертах, Батаревский район недополучил порядка 70 миллионов рублей налогов. А это существенная прибавка в бюджет. Эта зарплата уплачивается НДФЛ. Соответственно, НДФЛ является для муниципалитетов серьезным доходным налогом. И, соответственно, каждое муниципальное образование сегодня в первую очередь должен работать над увеличением собственной доходной базы. Перспективы развития района глава региона обсудил с местными властями на рабочей встрече. В этом году вырастет сумма межбюджетных трансфертов для муниципалитета. И это позволит создать комфортную среду для местных жителей. Митрий Ковалев, Алексей Инякин и Владимир Синдеев. Республика. Легализация неформального рынка труда и борьба с серыми зарплатами. Эта тема стала одной из главных на совещании в администрации Чебоксар. Неформальная занятость населения, когда люди работают, получают за это деньги, но юридически никак с работодателем свои трудовые отношения не оформляют. Это негативно сказывается как на самих работниках, так и на поступлениях в местный бюджет, от которых в конечном итоге зависит развитие города. По-прежнему в столице Чувашии достаточно тех, кто выбирает зарплату в конвертах. Чтобы изменить ситуацию, в Чебоксарах идет работа по разным направлениям. В 2017 году было проведено более 700 рейдов, обследовано более 5000 объектов. В ходе проведенной работы выявлено 14 806 работников, или 107,6 от контрольного показателя, с которыми не заключены трудовые договоры. Впоследствии практически с 12 тысяч работников договоры были заключены, и 2873 человека зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Общая сумма дополнительно поступивших налогов в консолидированный бюджет в 2017 году, по данным ФНС, города Чебоксары составила около 23 миллионов рублей, в том числе и бюджет города 9,3. Также поступили страховые взносы в сумме 22 миллионов рублей. По всем направлениям работу продолжаем. Здесь я еще раз повторяю, чувствую, пока расслабились. Не нужно ждать от меня дополнительных команд и поручений. Выполняйте работу. По итогам квартала еще раз к этому вопросу вернемся, рассмотрим. Заметитель главы администрации по экономическому развитию и финансам Надежда Кребанова сообщила и приятную новость. Столица Чувашии вошла в число 13 финалистов всероссийского этапа форума «Территория бизнеса. Территория жизни» в номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня». По итогам конкурса городу Чебоксары присвоен статус «Высокая эффективность закупочной системы». Муниципальными заказчиками были заключены контракты на сумму более 6 миллиардов рублей. Это более 18 тысяч контрактов. По результатам закупок сэкономлено более 300 миллионов бюджетных рублей. Мошенничество, невыплата зарплаты, нарушение законодательства в сфере ЖКХ – приоритетное направление работы прокуратуры республики. В надзорном ведомстве подвели итоги за минувший год. ЖКХ – золотое дно для разного рода правонарушителей. Более 4 миллиардов рублей. Такой внушительный долг накопился у коммунальщиков перед ресурсоснабжающими организациями. В прокуратуре считают, что причин несколько. Основные из них – неплатежи граждан и бездеятельность самих управляющих компаний. Отдельный вопрос по компании коммунальной технологии. При таких долгах здесь даже не думают об оптимизации своей работы. ООО «Коммунальная технология» – это самый крупный должник в сфере ЖКХ на сегодняшний день на территории республики. При наличии предприятия целого управления правового юристов, в которые уходит 16 человек, которым уплачивается зарплата. Притом, зарплата этих юристов в том числе является составной частью тарифов, которые утверждаются для коммунальных технологий. Вот помимо наличия такого штата, порядка 40 миллионов еще было уплачено сторонней организацией за юридические услуги. По-прежнему в числе основных статей преступлений – кража денег с чужих банковских карт, телефонные вымогательства, обман при покупке товаров в интернете. Жители Чувашии, ставшие жертвами виртуальных мошенников, практически еженедельно обращаются в полицию. Количество таких мошенничеств, совершенных бесконтактным способом, за прошлый год оно было 1132 преступления, а в 2016 году их было практически в половину больше. В целом, как бы, раскрывание преступления тоже выросло и в 111 лиц в прошлом году за совершение вот таких преступлений мы привлекли к уголовной ответственности. Способы обмана всем хорошо известны, однако доверчивые жители до сих пор попадаются на хитрые уловки злоумышленников. Наиболее популярный вид развода – СМС с неизвестного номера с просьбой помочь близкому человеку и перечислить необходимую сумму денег. Надо разъяснять людям, и эти примеры приводя, не для того, чтобы их использовали дальше, а для того, чтобы, наоборот, зная, что так обманывают, больше не использовали никто и видели, что за это ответственность существует и какая на конкретных примерах. Особое внимание в прокуратуре уделяет вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. Он имеет серьезные социальные последствия. Особенно трудно в тех семьях, где зарплату не получают несколько членов семьи. Надзорные ведомства должны действовать твердо и оперативно. Всего в прошлом году по фактам невыплаты заработной платы было отбуждено 22 уголовных дела. Из них 19 было отбуждено лично по нашим проверкам, по прокурорски. В прошлом, в 2016 году была погашена заработная заработная плата в размере более 237 рублей. Общий размер задолженности по заработной плате с начала прошлого года у нас снизился в 4 раза. От 66 миллионов до 16 миллионов. Причем основная сумма задолженности по заработной плате образовалась в типографии номер один в городе Чебоксары. Еще один важный вопрос – обучение чувашскому языку в школах республики. Напомним, что речь идет о добровольности его изучения. Об этом говорил и президент России. В республике были нарушения закона в этой области, но сегодня проблема практически исчерпана. Рифат Фаткулин, республика. Сегодня Ленинский районный суд Чебоксары вынес приговор по делу о смерти молодого мужчины в ночном клубе «Космос». Первый обвиняемый получил 3 года и 3 месяца колонии общего режима, другой – 2 года ограничения свободы. Эта трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Смерть в «Космосе» обсуждали в социальных сетях и на федеральных телеканалах. Первое заседание по делу состоялось в январе этого года. Прокурор требовал назначить наказание для охранника Александра Евгеньева 3,5 года колонии общего режима, а для бывшего помощника администратора Дмитрия Захарова – 3 года. Такой срок предусматривают статьи «Причинение смерти по неосторожности» и «Превышение полномощий работникам частной охраны и организации» с применением насилия и повлекшие тяжкие последствия. Обвинение считает – доказательств предостаточно. «Причастность осужденных к конкриминированным им деяниям подтвердили результаты четырех судебно-медицинских экспертиз, проведенных в ходе следствия. Ночной клуб в настоящее время полностью прекратил свою деятельность». Если Александр Евгеньев свою вину признал частично, то Дмитрий Захаров не признал вообще. Судья зачитывал приговор больше часа. «Назначить Евгеньеву Александру Сергеевичу наказание в виде решения свободы сроком на три года, три месяца, в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься частной охранной деятельностью на три года. Захарова Дмитрия Михайловича признат виновным в совершении преступления предусмотрен частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде решения свободы сроком на два года». Евгеньева взяли под стражу в зале суда. В отношении Захарова мера пресечения осталась прежней – подписка о невыезде. «Несправедливый приговор. Мы не согласны. Будем обжаловать его на более строгий приговор». На это у страны потерпевших есть 10 дней с момента получения копий приговора, пока он не вступил в законную силу. Такой же позиции придерживается и государственное обвинение. «Вопрос об обжаловании будет решен при поступлении данного приговора в прокуратуру Ленинского района и его изучение, поскольку в ходе, как стало известно, судом исключено из обвинительного приговора. Один пункт предельного обвинения Захарова, а именно по следующему совершению преступления, предусмотренного частью второго статьи 23 Уголовного кодекса Российской Федерации». Блины, игры, старинные забавы. Сегодня началась масленичная неделя. Это древний славянский праздник, который отмечается перед Великим постом. В народном календаре праздник отделяет зиму от весны. Масленица ежегодно отмечается в разное время, в зависимости от даты празднования Пасхи. Каждый день праздника имеет свое название и значение. Встреча, заигры, шлаком, коразгул, тещины вечерки, заловкины посиделки, прощенное воскресенье. По традиции масленичная неделя в Чебоксарах будет сытной, веселой и шумной. За это время жители и гости столицы смогут отведать самые разные блины и оладушки, выбрать к ним начинки на свой вкус. Посетить концерты, сказочные постановки, мастер-классы и гастрономические фестивали. В Амазонии уже сегодня открылся масленичный городок. С понедельника по пятницу народные гуляния, игры, конкурсы и концерты будут проходить на территории детских садов, школ, в учреждениях культуры, на дворовых площадках в микрорайонах города. В основном в этом году количество площадок для проведения масленичных гуляний увеличилось. Если в прошлом году их было порядка девяти, то в этом году уже тринадцать. И в выходные массовые мероприятия будут проходить на тринадцати открытых площадках, в том числе на аллее искусств, в сквере Овос, в Баумском лесу, Дубовой роще, на площадках перед дворцами культуры, в том числе около ДК, перед дворцом культуры Ровесник, на территории торгового центра Мадагаскар, в поселках Лапсар, Сосновка и Чандрово. Основные гуляния выходные развернутся в парках Амазония, Лакреевский лес и в парке имени Николаева. Выступления творческих коллективов, игры и конкурсы начнутся там в субботу, 17 февраля. А в воскресенье праздник традиционно завершится сжиганием чучела. Танец плюс спорт равно акробатический рок-н-ролл – формула для зрелищной дисциплины. Движение в республике весьма молодое, но перспективное. На днях в Казани команда из Чувашии заняла третье место. Сейчас она готовится к местным соревнованиям. Чего же больше в акробатическом рок-н-ролле – танца или спорта? Узнаем прямо сейчас. Кикбол ченж, кикстеп, кикстеп, кикбол ченж, кикстеп, легче, раз, два. Звучит как пароль для посвященных на деле основной ход в акробатическом рок-н-ролле. Держать темп обязательно 50 ударов в минуту, как пульс выносливого спортсмена. А у девчонок уже во время разминки на лице играет румянец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре. Танец состоит из основного элемента – это кикбол ченж, кикстеп, кикстеп. Далее необходимы прыжки, также взаимодействие, партеры. Необходимы такие объемные фигуры, которые придают массовость. Все же это тренировки, а не репетиции. И официально они называются спортсменками. Кстати, в чувашский акробатический рок-н-ролл влились выходцы из фитнеса и аэробики, что помогло девчонкам весьма оперативно подготовиться к казанским стартам и обойти команды из столицы Татарстана, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода. Об этих соревнованиях нам сообщили за неделю. И каждый день мы собирались здесь, в зале, тренировались, даже без тренера. Мы посмотрели на другие, более сильные команды, узнали, к чему мы можем еще стремиться. Надо больше вставлять основных шагов в программу и также хромая техника исполнения. Работа над ошибками проведена, тренировки продолжаются в темпе рок-н-ролла. Ближайшие соревнования в апреле – первенство Чувашии. Из 45 человек – основных спортсменов 22. Они поделены на фармейшены. Фармейшены – это группа девушек. Есть фармейшен-микс. Ну, так как у нас мальчиков нет, оно так сложилось. Потому что мы выходцы с фитнеса и аэробики, а там в основном занимаются девочки, хотя мы приветствуем мальчиков тоже. Детки, у которых, допустим, растяжка, шпагаты, канаты. Махи не столь высокие, но бывает такое. Вот он очень хорошо подходит для акробатического рок-н-ролла. Нет мальчиков, поэтому нет выступлений парами, только тренировки. И сложно выводить в композицию акробатические элементы, а они самые дорогие. Пары должны находиться плечо к плечу, плечо к плечу, таз к тазу, коленочки убрать, носочки соединить. Кроме того, на днях внесли изменения в правила, и акробатика должна быть как в парах, так и в группах. Над этим и предстоит в ближайшее время поработать спортсменом и тренером. Они прикладывают все усилия, чтобы порадовать нас, как и самих. Показывают хорошие результаты на тренировках, на соревнованиях, и мы гордимся ними. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Стреляет чисто, бежит, пока с переменным успехом. Чувашская биатлонистка Татьяна Акимова показала лучший результат среди российских спортсменов в спринтерской гонке. В субботу дистанцию 7,5 километров на Олимпиаде она преодолела 20-й. Сегодня в гонке-преследовании воспитанница Чувашской школы биатлона финишировала 31-й. Преодолеть волнение и выйти на старт ей придется еще дважды. 14 февраля в индивидуальной гонке и 17 февраля в масс-старте. Чернобровый с длинной косой, высокой смугляночки из чувашской глубинки покорять бы подиумы высокой моды. Она же выбрала подиум спортивный, а путь к нему тернист. Россия какая большая, везде, чуть ли не в каждом городе есть, это центры, олимпийские центры есть. Все занимаются, потому что этот вид спорта все сейчас любят, популярный вид спорта стал. Ну да, очень, но тяжело, конечно, тренироваться по тренировке, ведь они делают утром, днем и пургу, и метель, и холод, и 35 градусов, и 30 градусов. Свои первые шаги на лыжах Татьяна сделала на базе спортивной школы, где мама работала охранником. Просто Альбине Николаевне не с кем было оставлять своих детей, в том числе и пятилетнюю Танюшку. Вот так, между делом и наблюдала, как соревновались ее дети. Пропусти меня, я же старший, ты впереди идешь. Ирина говорит, Таня, я тебе шоколадку дам, пропустишь. Таня говорит, ладно, Ирина пропускает. Ирина первая приходит, Таня вторая приходит. Вот они на шоколадку даже. И Таня выигрывала старшей дочери. Когда на местных соревнованиях уже не с кем стало бороться, Татьяна Акимова перешла в биатлон. Работа с винтовкой освоила быстро, отстреливалась чисто. И первой настоящей победой стало выступление на зимней универсиаде 2013 в итальянском Трентино. Была проблема в детстве, я сам имел нюансы в стрельбе, не понимал все, потому что был молодой тренер. И вот эти ошибки, они чуть закрепились, сейчас их надо исправлять. Я тоже потом только это понял, в стрельбе стоя, она последний выстрел, быстро винтовку закидывала за спину, не успевала контролировать. Капля камень точит. Начинавшая с ижевской винтовки, Татьяна к своим 27 годам изъездила всю Европу. Позади Швеция, Германия, Франция, но самыми щедрыми оказались Чехия, подарившие ей золото и бронзу с Кубков мира, и Австрия с еще одной бронзой мирового первенства. Я не знаю, как это, я туда ходила три раза в церковь. Первый раз я внесла туда сама цветок в церковь. А два раза я ходила без цветка, просто свечки ставила. Три раз ходила, три медали она привезла. Таня у нас сейчас в данный момент долго стреляет, чем остальные. А мы хотя в детстве еще очень старались все на секундомере, быстро стрелять учили. Но она все это быстро стрелять может, но перестраховывается, боится промахнуться. Вот эта боязнь промахнуться есть, вот чуть-чуть мешает. И поэтому она перестраховывается, несколько раз перепроверяет все действия свои, поэтому получается дольше. А так она в состоянии стрелять быстро и попадать. В семье Семеновых есть традиция записывать свои мечты. Так в недалеком 14-м по завершении Олимпийских игр в Сочи Альбина Николаевна загадала. Татьяна моя обязательно там будет выступать. Она победит, будет олимпийской чемпионкой. Господи, дай ей здоровье. Это попало. А дальше уже не знаю, что там дальше будет. Как бы ни было, мы будем болеть за наших, вынужденных выступать без флага и без гимна. Сейчас им, как никогда, нужна наша поддержка. Таня, вперед, мы с тобой! От мала до велика в минувшие выходные прошла 36-я по счету всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Юлия Важенина и Андрей Шоклев оценили трассу. От Дагестана до Ямала-Ненецкого автономного округа уже на протяжении трех десятков лет массовый зимний марафон «Лыжня России» объединяет тысячи любителей спорта в разных уголках нашей страны. В этом году самые массовые состязания прошли в 73 регионах. И, конечно, Чувашия в их числе. Вы знаете, сегодня стартует вся Россия, сегодня стартует вся Чувашия. Я рад и счастлив, что с каждым годом количество участников на всероссийском спортивном празднике «Лыжня России» становится все больше и больше. Только в нашей республике на старт вышли более 60 тысяч человек. Жители города-спутника Новочебоксарска вышли на лыжню первые. Самым юным участникам забега инструктор объяснил правила прямо перед стартом. Прямо 100 метров поворачиваете направо, потом движите прямо, там поворот опять направо и еще один поворот направо. Получается у вас круг. Один километр дистанции. Основное же действие развернулось на территории столичного аэропорта. Профессиональные спортсмены и любители, семьи и целые коллективы пришли на праздник спорта. Каждый год уже буквально пятый год подряд, наверное, приходим на «Лыжню России». Вот детей решил в этом году первый раз взять с собой. Они, в принципе, не против были. Я на лыжах давно катаюсь, а на «Лыжню России» первый раз. Мне здесь очень нравится. Вместо современных лыжных палок – обычные деревянные, на ногах – настоящие лапти. А лыжи – из цельного куска березы. Смыслили их еще в 1938 году. Именно Иванович Петров – постоянный участник «Лыжней России». В свои 88 лет он не только катается на лыжах, но и сам прокладывает себе трассу. Его старинные лыжи шире обычных и не помещаются ни в одну лыжню. Раненых возили на этих лыжах. Они привязывали к этим ремням, друг к другу, две лыжи. В конце надевали веревку, раненого клали на эти лыжи и вывозили на безопасное место. В Чебуксарах я уже вообще в 60-е годы катаюсь по всем горам, врагам на этой лыжи. Он у меня уже надо в музей сдавать, износились. Но все равно еще меняют, ашик. Вип-забег, трасса на 3, 5 и 10 километров. Все поклонники лыжного спорта могли выбрать себе дистанцию по душе. Ой, прекрасное впечатление. Погода идеальна. Замечательно пробежались. Бодрость, прилив сил, какой-то кураж. Общая такая массовая, подъем в настроении. Все идут и мы идем. Хоть и трудно, но идем. Мне очень понравилось. Хотелось бы больше таких программ зимних. Ну и лету, чтобы там такие же были. Ну в общем, было очень классно. Кубки, медали и дипломы победителей призера соревнований традиционно получили памятные подарки. Но самый главный приз – заряд здоровья и энергии, которого, пожалуй, хватит на целый год. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова